ну вот совершенно такие же зависимости получаются в электростатике когда мы рассматриваем поле объемно заряженного шара в электростатике для описания такого явления используется теорема гаусса эту теорему можно полностью аналогично применить для описания гравитационного поля давайте мы дело проделаем покажем что это можно сделать таким образом в электростатике закон полностью аналогичен там кулоновская сила равно к q1 q2 делить на r в квадрате q1 и q2 это заряды электрические и как видно массы представляют собой заряды но только по отношению к гравитационному полю в остальном закон полностью идентичен здесь закон обратных квадратов единственно что отличаются это коэффициенты в электростатике и гравитационном поле из закона гаусса следует из закона кулона следует теорема гаусса я не буду ее сейчас доказывать доказывается несложно и доказательства можно посмотреть например в учебнике мякишева в серии учебников мякишева электродинамик но есть теорема гаусса означает она дает нам интеграл от и ds по замкнутой поверхности с равен этот интеграл у делены на епсилон нулевое давайте поставимся на теореме гаусс для вакуума чтобы соотнести с епсилон нулевым здесь перепишем что к это единственное 4p епсилон нулевое q1 q2 на r квадрат при этом заряд который вот здесь присутствует это тот заряд который помещен внутрь гауссовой поверхности находится внутри гауссовой поверхности если у нас есть какая-то поверхность с произвольная току это заряд внутри а е это напряженность поля на границе этой поверхности скалярное произведение между давайте я вот сюда направим ds это вектор направлены перпендикулярно границы то есть он направлен по нормали ds определяется как ds без вектора умножить на нормаль границы но и здесь он имеет место скалярное произведение двух векторов если у нас заряд распределен сферически симметрично сферически симметрично но в данном случае это так мы можем взять гауссовую поверхность равную радиусу r маленькому расписать этот закон и е умножить на с из симметрии поле я будет постоянно на всей этой поверхности и интеграл возьмется совершенно элементарно как просто произведение напряженности на площадь и это будет равно ку делить на епсилон нулевое или же интегра или же ра на вы делить на епсилон нулевое но теперь осталось только посмотреть что у нас вот здесь е это напряженность поля она равна кулоновской силе делить на заряд а е на с это е умножить на 4 и r квадрате площадь поверхности сферы она равна ра на 4 третьих и r в кубе делить на епсилон нулевое и r квадрат и r кубе сокращаются получим что е равно ра на 4 третьих и r и r делить на 3 на 4 и епсилон нулевое но теперь напряженность поля связана с силой соотношением f на q поэтому если умножим это дело на заряд то получим что f равно куру на 4 пи r делить на 4 пи на 3 и на епсилон с 0 единицы на 4 пи писал нулевое да в тройку лучше напишу вот сюда вот на 34 пи писал нулевое это не что иное как к законе кулона поэтому это все равно что к куру на 4 пи r деленное на 3 сопоставим вот это соотношение вот с этим в случае электростатики у нас здесь кулоновская сила а в случае гравитации нас должна быть гравитационная сила значит f тяжесть она равна вместо к нам нужно поставить же же вместо q мы должны поставить массу планеты простите массу тела массу тела массу тела вместо ru ru в электростатике ru это объемная плотность заряда в электростатике ru это отношение заряда к объему в нашем случае вместо заряда используется масса поэтому отношение масса к объема будет также рот только это будет плотность уже массовая ru на 4 и на радиус и деленное на 3 сравните результат он очевидно совпадает и так силы тяжести оказывается внутри планеты пропорциональной расстоянию от центра планеты до данного тела